Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы продолжаем серию программ, посвященных дню рождения Ульяновской области. Сегодня здесь, в студии, мы будем говорить об истории развития парламентаризма в нашем регионе. По этому случаю мы сегодня пригласили в студию заведующую кафедрой УЛГУ основы российского парламентаризма, руководителя аппарата законодательного собрания Ульяновской области Елену Долгову. Здравствуйте, Елена Владимировна! Каким образом на территории Ульяновской области зарождалась история парламентаризма? Чему обязаны законодательное собрание? Кто был их предшественником? Добрый вечер, дорогие телезрители! Здравствуйте, Дмитрий! Хотелось бы сразу отметить о том, что парламентаризм зародился гораздо раньше, чем образовалась Ульяновская область. Он зародился в 1764 году в виде земских собраний и уездов. На самом деле парламентаризм приобрел широкую популярность после Великого манифеста Николая II, который был подписан 17 октября 1905 года, и после него была собрана Первая Государственная Дума, где и заседали наши с вами земляки от Симбирской земли. Представители Симбирской губернии. Да. И хотелось бы отметить, что на самом деле ранее парламентарии занимались в земских уездах хозяйственной деятельностью, но однако они положили основу как развитию экономических и социальных норм, что было в принципе дальнейше использовано при работе Первой Государственной Думы и в дальнейших, конечно, наших парламентах. Ну, как эти сохраняются традиции, мы поговорим в течение всей программы. А сейчас я хотел бы перейти непосредственно к законодательному собранию. Исторический факт, всем известный, о том, что наше ЗСО появилось на год позже, чем у соседей. И с чем это связано? Да, действительно, наше ЗСО приступило к рабочеству в январе 1996 года на год практически позже, чем все ЗСО регионов. Но это получилось в связи с тем, что в 1993 году после распуска Ульяновского совета народных депутатов были объявлены выборы. Они не состоялись в связи с тем, что представители партии демократических реформ подали иск о неправомерности двухпалатного парламента. Иск был удовлетворен. И выборы были проведены в 1995 году в декабре. Соответственно, после этого 6 января приступило к работе 1996 года первое законодательное собрание, которое состояло из 25 депутатов, избранных по одномандатным территориальным округам. И из них было 7 депутатов на постоянной оплачиваемой основе. Остальные были просто депутаты без отрыва от производства. Если я правильно посчитал, то в этом декабре вам 25 лет. У вас юбилей. Да, у нас юбилей в этом. 25 лет законодательному собранию. Между первым созывом и сегодняшним. Какая существует разница? Я спрашиваю для того, чтобы мы почувствовали, как именно развивается парламентаризм в Ульяновской области и что это такое? Ну, на самом деле, разница колоссальная. Потому что депутаты первого созыва, они должны были создать все правовое поле региона в связи с принятием новой конституции. Мы должны были войти в новую политическую систему. Они принимали устав области. Принимали такие законы, как об избрании главы администрации региона, о реформах, проводимых в регионе, об избирательной системе региона и многие другие законы, которые, кстати, на сегодняшний момент действуют. Правила игры, другими словами. Правила игры на тот момент. А в связи с тем, что прошло время, конечно, изменились и законодательная база федеральная, и меняется наша база региональная, то и, соответственно, у законотворцев, депутатов сейчас немного другие задачи, а уже более занимаются процессом нормотворческим или законотворческим процессом, который социально-экономические блага региона увеличивает. То есть уже действенно принимают социально значимые законы, инвестиционные программы, инвестиционные законы. То есть уже на развитие, на дальнейшие шаги, на движение вперед. То есть первый созыв, он занимался практически тем же, что вы и говорили, земские собрания. Хозяйственной деятельностью. А сегодня мы уже больше пишем законы, которые приносят увеличение бюджету или разрабатывают законы, которые помогают решать проблемы целой группы населения. Да, это безусловно. И нет, сейчас невозможно представить, собственно говоря, развитие региона без работы совместной законодательного собрания. Но законодательная власть, представительная власть, она не может работать без исполнительной власти. И очень важна вот эта связка, исполнительность законодательной власти для развития региона. Это быстрое реагирование на любые изменения. То есть мы должны обеспечить как власти региона социальное благополучие населения, развитие региона. И мы не должны отставать в этом. И поэтому необходимо не только исполнять то, что уже есть, или жить по тем законам, что есть. Но время ставит новую задачу. Перед нами задача ставит президент, перед нами ставит задача глава региона. Население тоже требует изменений. И, естественно, законотворцы должны в этом не быть последними, а должны идти вперед. То есть, соответственно, у депутатов сейчас очень серьезная и важная задача – это знать федеральное законодательство, смотреть за каждым моментом изменения закона и вносить изменения в наши законодательные акты, которые уже существуют, чтобы не отставали. Принимать новые, разрабатывать. Ну, достаточно сложная, интересная работа. Нет такой профессии – депутат законодательного собрания Ульяновской области или какого-нибудь другого парламента. Но этот человек сегодня – это действительно рабочая единица, которая в себе сочетает знания законов, которые слышат избирателя, которые умеют достичь нужного результата. И это требует определенных профессиональных навыков. Как вы выходите из этого положения? Как стать профессиональным депутатом? Ну, профессиональным депутатом стать достаточно сложно, потому что профессиональный депутат не обучают нигде. Нет такой профессии депутат. Есть профессии политолога, юриста, экономиста, бухгалтера. Нет профессии депутат. Ну, депутат – это избранник народа, его представитель в органе власти. Но в то же время депутату необходимо понимать, как действует механизм его работы, как он должен работать с населением, как он должен получать обратную связь при работе. И ведь такие проблемы с ведущим вузом региона Ульяновским государственным университетом. На базе законодательного собрания была создана кафедра основы российского парламентаризма. Эту кафедру мы создали в марте 2017 года. И вы ее возглавляете сейчас? Да, я ее возглавляю. На базе кафедры мы пытаемся помочь депутатам муниципального уровня, вообще всех, поселковым, неважно, любого обратившегося депутата, помочь и научить, как писать закон. Ну, то есть элементарные вещи, что он должен уметь делать. Методическую помощь оказывает. Депутаты законодательного собрания делятся своим опытом. Аппарат рассказывает о методике работы, о том, какие документы необходимы, как заполнять те же декларации, декларационные кампании. То есть молодые к нам приходят студенты. У нас обучаются студенты, те, которые учатся на юриспруденции, на юридическом факультете, либо государственная муниципальная служба. Они уже сейчас люди молодые, очень энергичные, активные. Многие хотят стать депутатами, приносить пользу. То есть поставили себе цель войти в политику. Да. Сделать это своей работой. Да. Один из основных предметов при получении профессии государственного муниципального служащего в Ульяновском государственном университете, я читаю на кафедре, соответственно, не только я, но еще и преподаватели, а читаем лекции, соответственно. Наши депутаты делятся опытом. Мы проводим конференции, организовываем круглые столы. В общем, идет большая работа. К нам подключился... Мы подключили молодежный парламент, который действует при законодательном собрании. У нас очень хороший молодежный парламент, деятельный. Он проводит очень много дискуссий, занимается волонтерством. В заключении нашей беседы мне, наверное, остается сделать вывод и получить его подтверждение у вас. То есть история развития Ульяновской области, она неразрывно связана с деятельностью парламента. Да, конечно. То есть это большая слаженная работа, и без нормативной базы, без законодательной базы нет развития. На самом деле это все очень серьезно и важно. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю телезрителям, что сегодня в программе «Тема дня» мы говорили об истории развития парламентаризма в Ульяновской области. И это программа из серии передач, которые посвящены дню рождения Ульяновской области. Спасибо за внимание и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!